Больше года в доме по улице Федячкино-10 нет холодной воды. Жители неоднократно обращались в ЖЭК, но напор так и не появился. Сказали, у вас давление есть, что вы тут придумываете, говорите, по всем проскакались. И именно пришли тогда, когда случайно так у нас резко вода пошла. Откуда она взялась, мы вообще непонятно. Ушли, воды снова нет. Вот просто машинка, машинка просто у нас заливается, качает. Из полторашек мы стираем, набираем, вот пока она есть, а потом заливаем туда. И вот так вот не в туалете, а в туалете можно вообще просто тупо идти, из подвала брать воду и смывать. Мы на первом этаже, там очень медленно все идет. Если что-то, сгорит какая-то машинка, даже та же стиральная, оплачивать, да, вот. Но вы на втором этаже живете. Коммунальщики, в свою очередь, вины за собой не видят. Уверяют, что о проблеме знают и делают все необходимое, чтобы помочь жителям. Однако причина до сих пор не установлена. Недостаточная подача воды людям. Связано это вероятнее всего. Причину точную установить не удалось. Но мы предпринимали различного рода меры, замеряли давление воды на доме. То оно соответствовало, то не соответствовало нормам, которые положены согласно СНИК. В результате, значит, дошли до того, что с горводоканалом все-таки встретились. И решение такое, что все-таки нужна замена вода на этом доме холодного водоснабжения. С соседних домов жалоб не поступает. Скорее всего, проблема внутри дома. Это значит, но для того, чтобы внутрянку заменить, надо и заменить вод. Ну, это как правило мы делаем. Замена вода уже запланирована. Но если внутренняя разводка забита, то это еще и работа ЖКО. Будут продолжать работа ЖКО. Сами жильцы предполагали, что вода не доходит до квартир по причине порыва, из-за которого весь подвал дома стоит затопленным. Однако специалисты обслуживающей организации по этому поводу делают другие выводы. Взятые пробы указывают на то, что вода здесь стоит грунтовая. При этом коммунальщики добавляют, что это не единственный дом с затопленным подвалом. Уровень грунтовых вод повысился по городу в среднем на 7 метров. По поводу наличия воды в подвальном помещении, эта эпопея длится, наверное, лет 10, может быть. И различные меры тоже мы и раскапывали с наружной стороны, с улицы Федячкина, искали утечку. И с водо-холодного водоснабжения, который был старый. То есть Горводоканал при непосредственных наших, мы и письма писали, и будем говорить, внутри домовые сети неоднократно проверяли. Брали на анализ воду. И, как правило, сколько раз в 5 дней она брали, и всегда она показывала почему-то грунтовая вода. Работа по восстановлению подачи воды в квартиры и откачке ее из подвала уже запланированы. Специалисты жилищной организации и Горводоканала обещают провести их в течение двух недель.